рад приветствовать друзья прислушиваюсь к вашим просьбам добавить видосиков по тонкостям настройки куры как раз обратился один из подписчиков вот с такой проблемой выпирание швов мне и самому интересно исследовать разобраться да и заодно вам о настройках швов поведать по своему небольшому опыту в 3d печати могу отметить что эта проблема в общем то не является проблемой при печати каких либо инженерных технических деталей что бывает нужно обычному технарю коробочки там кронштейны всякие и так далее такие модели обычно всегда с острыми углами и если не ошибаюсь уже с настройками по умолчанию в куре шов привязан к углу честно не проверял не помню если у себя не меняли настройки связанные со швами напишите пожалуйста в комментариях к видео какие у вас настройки но вот при печати каких-либо арт-объектов фигурки там всякие вазоны игрушки моделей без острых углов здесь шов уже не так просто скрыть для того чтобы разобраться с настройками и протестировать результаты смоделировал полые модели кубика и цилиндров один вот такой хитрый цилиндр ну позже поймете для чего он такой нужен пустотелая ибо нефиг нам пластик переводить толщина стенки 0.8 для нормальной печати на стандартном сопле 04 настраивать швы будем в куре версии 400 кстати если заметите что у вас нет каких-то настроек включите отображение всех параметров во вкладке настройки параметры и так вот результат печати цилиндра без каких-либо настроек шва есть небольшая впадинка в целом шов тактильно особо не ощущается его лишь немного видно на стенке поверхности основные настройки влияющие на шов находятся во вкладке ограждения строка выравнивания шва по оси z здесь можно выбрать привязку к острейшему углу на более острых углов шов менее заметен но это логично вариант острейший угол неплохо подходит и для моделей где он есть хотя бы какой-то хотя бы минимальный угол но тем не менее огрехи в расчетах программы все равно есть обратите внимание в этой модели я добавил два одинаковых угла и при выборе выравнивания по острейшему углу куры не может привязать шов к одному из них слои начинаются все равно где-то в сторонке хотя вот с такой сложной моделью как кажется с одинаковыми углами расчет произведен верно так что зависит все от модели здесь не знаю тонкости настройки швов я лоханулся выбрал пользовательские варианты с привязкой по координатам чтобы шов был на задней части фигуры ну да ладно ребенок у меня все закрасил и шва вообще не видно вариант случайно вообще не рекомендую выбирать так как деталь по кругу получается с отеками для арт-моделей этот вариант вообще не годится еще было замечено что данный режим нехило так насилует 3d принтер голова как бешеная делает много холостых движений включается откат при смене слоя хотя в настройках я его не включал с прямоугольной моделью думаю будет тоже самое короткий путь актуально выбирать сложных моделях но где пофиг где будет шов голова в таком случае начинает печатать слои со стороны нулевой точки области x y где и будет образовываться шов далее в зависимости от сложности детали слой следующего элемента начинается ближе к той части на которой он был уже завершён и так далее по цепочке вариант немного экономит время и швы всех частей получаются преимущественно внутри что неплохо также рекомендуется выбрать параметр спрятать шов и пользовательский вариант здесь начало печати слоев можно привязать какой-либо конкретной точке координат тут все просто в куре нулевая точка указана цветными линиями осей на примере кораблика бенчи хотим мы к примеру привязать шов к носу корабля знаем что область печати для нашего принтера которые указаны в настройках куры это 210 на 210 точка привязки должна быть здесь кораблик расположен строго по центру поэтому y координату указываем половину оси y это 105 а по оси x указываем самый край оси и приблизительно скажем 200 но тут надо учитывать что к этой точке будет привязан шов и на остальных элементах модели привязка z шва смещает начало слоев ближе к центру модели но например в случае с данной сложной моделью это установить актуально как будет все печататься можно посмотреть в предварительном просмотре и это в общем то советую делать всегда перед началом печати а то бывает отключишь чего-нибудь а то и вовсе профиль не поменял и заметил это когда часть модели уже напечаталась бывает в настройке угла шва при печати цилиндра оказался лучший вариант спрятать шов на кубике особой разницы между спрятать и показать не заметил тут зависит на сколько максимально вы хотите избавиться от шва если модель планируется как-то обрабатывать например шкурить и красить тогда лучше выбрать показать и привязать шов к той части модели на которой проще будет зашкурить шов а без обработки лучше выбрать спрятать шов вариант спрятать или показать вообще выбирать не советую так как на основе чего будет выбираться то или другое непонятно во вкладке ограждения настроек влияющих на швы больше нет но также могут влиять параметры во вкладке материал например откат при смене слоя на жестких пластиках типа abs 5g пола включать его не рекомендую вместе шва появится впадина в случае с мягкими пластиками ситуация выглядит несколько иначе связки с величиной отката можно поиграться и получить неплохой результат но из мягких пластиков печатал пока только sbs да в общем то и не скажешь что он особо мягкий и он более подходит для каких-либо одностенных деталей где используется уже режим вазы а в данном режиме швов вообще нет а настройки данного режима делал соответствующее видео советую посмотреть в общем выводы такие нет смысла настраивать шов при печати технических деталей не требующих эстетический вид разве что можно немного сэкономить по времени печати выбрав короткий путь случае с арт-моделями требуется настройка шва индивидуально в каждом случае его можно привязать какой-либо стороне модели например к тыльной чтобы его не было видно если углов вообще нет сделать выпираемым и в последующем обработать можете также попробовать поиграться с настройками во вкладке материал мог что-либо пропустить тогда прошу дополнить в комментариях буду весьма благодарен надеюсь видео было полезным а если это так вы знаете что делать подписывайтесь на канал желаю всем добра и качественной 3d печати до скорого ждать Продолжение следует...